Добрый день, уважаемые подписчики, подписчицы и гости нашего канала. Страх спросить, что это и кто это. Он бывает по разным причинам, но в основном из-за того, что у вас не выстроены близкие отношения с человеком. Это может быть партнер по жизни или друг, подружка. То есть вы напрягаетесь больше, чем положено. А между прочим, это ведет как раз и к основным скандалам, недопониманию, к каким-то конфликтным ситуациям. Какие-то разборки, говнотерки вечно происходят, внутренние обиды, претензии растут. Так а вы просто не разговариваете. Вы не разговариваете. Случился какой-то момент, ну ты задай уточняющий вопрос. Ну либо гордыня, ну что я пойду спрашивать, что я дурак. Либо страх отвлечь человека, страх попасть в неловкую ситуацию. Ну вы какими-то иллюзиями обложились, которые не имеют к реальности никакого основания. Ну они беспочвенные. А вы начните разговаривать, ну просто уточнять. Уточнить у человека. Не решать за него. То есть каждый живет, у нас общество такое, на своей фиолетовой волне. Вот он придумал какую-то иллюзию, и он прет, делает. А в семье, а фигура мы отсутствует. Ну там у вас просить, а посоветоваться. Ну это одна фраза. Молоко лить, чая нет? Нет? Ну даже если я всегда там пью, у чая с молоком, ну бывают такие дни, когда там хочется чего-то другого. Ну то есть какие-то вот банальные вещи по дому. И постоянно один что-то делает на своей фиолетовой волне, а другой подбыковывает. У него начинает напряжение. Потом он выговаривает. И получается, что он раз сказал, два сказал, три сказал. Этот считает, что его пилят. А этот считает, что его не понимают. Можно же просто спросить. Понимаете? И напряжение. На чем? А не на чем? На ровном месте. Из-за каких-то там десяти фиговых моментов. В итоге отношения как бы подпорчены, уже и секса не хочется, и уважение как бы подкачалось. А все просто, вы просто не разговариваете. Стук в территорию, спросили, уточнили, пошли дальше. Важность, понимаете? Важность момента. Корону снимите, глядишь, жизнь начнет налаживаться. У меня все.